Коллеги администраторы, это рабочее мероприятие, собственно, рабочему тону этого мероприятия способствовал доклад прокурора республики, поэтому и я буду предельно краток, постараюсь, по крайней мере, и говорить более предметно по рабочим моментам, по которым я вижу и прошу, даже требую, в плотное взаимодействие с органами исполнительной власти, как республиканского уровня, так и федерального уровня. Если по блокам, начнем с экономического блока. Мы говорим о том, что республика сельскохозяйственная, животноводческая, об этом, собственно, упомянул и в своем докладе прокурор республики. Я имею в виду работу Министерства сельского хозяйства и, соответственно, работу всего сельскохозяйственного блока Калмыкии. Я намеренно останавливаюсь только на этом направлении. Почему? Потому что здесь наиболее часто мы встречаемся с фактами коррупционогенного проявления, с фактами мошенничества, откровенного воровства. И, конечно же, именно в этой сфере наиболее значимо внимание и понимание сотрудников прокуратуры тех задач, которые стоят перед республикой. Скажу более конкретно. Иногда приходится слышать и читать о приписках. Я хотел бы в этой связи сказать следующее. Приписки существуют, это факт. Существуют как в сторону плюса, так и в сторону минуса. Мы, люди, живущие, особенно районные прокуроры, знают реальную сторону вопроса. Если организованные формы хозяйства, я имею в виду СПК, крестьянско-фермерские хозяйства, племзаводы, племрепродукторы, здесь можно и нужно, конечно, ожидать, ну так скажем, приписок в сторону плюс, в настоящем смысле этого вопроса. Но, еще раз повторюсь, особенно сотрудники районных прокуратур, те, кто работают на местах, знают ситуацию с другой стороны. То количество скота, которое находится на личном подворье и которое фактически не подлежит учету, это цифра, где, как правило, цифра заниженная. И здесь я бы хотел видеть наше с вами наиболее тесное сотрудничество. Как известно, три года тому назад в рамках сельскохозяйственной переписи мы работали с вами совместно и очень успешно, удачно, но отрасль животноводческая, это отрасль постоянно меняющаяся. В связи с этим есть, безусловно, ряд моментов, которые заложены в законотворчестве, которые не позволяют нам в полной мере учитывать скот, находящийся на личном подсобном хозяйстве, на подворьях даже. Но, тем не менее, не пугая людей, не настраивая их против. Мы ведь не требуем налогового обложения, мы не требуем участия их, ну, скажем, в хозяйственной деятельности республики на формально организованных рельсах. Мы будем и продолжаем эту работу по стимулированию перехода ЛПХ и подворья на новые формы хозяйственные, будь то сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства и так далее. Но вот наша с вами совместная работа на местах по реальному учету поголовья скота, она, в конце концов, даст возможности и экономике республики заработать в полной мере. Вы все понимаете, что даже неучтенный скот в реальном своем исчислении, ну, в дальнейшем, когда люди будут реализовывать скот или будут приобретать новый, это все равно оборот экономики, это все равно в косвенные формы притоков налоговых или неналоговых в бюджете разных уровней. Здесь я хотел бы просить большего и серьезного понимания со стороны прокуратуры и тесного взаимодействия, как с органами республиканской власти, так и с муниципальными органами власти. И, безусловно, не могу не сказать о тех фактах нарушений, которые по-прежнему пока еще присутствуют в системе животноводства, в системе сельского хозяйства. А именно, это тогда, когда на рассмотрение, на получение государственной поддержки, будь то субсидий или иные виды дотаций, предлагаются документы и, если вы помните, была такая формула «балконные фермеры», за это время практически от этого избавились. Но, тем не менее, единичные факты случаются. Я не буду быть голословным, когда скажу о том, что и до сих пор, допустим, факт Городовиковска в прошлом году, когда и факт был изоблечен, и деньги были возвращены государству, но правовой оценки как таковой не было. И это только один случай. А таких случаев сплошь и рядом практически в каждом районе. Я больше здесь обращаюсь даже к нашим коллегам на земле, которые знают ситуацию реально, и реально понимают, есть такой фермер, есть у него поголовье, сколько этого поголовья, располагает ли он тем, что он предлагает на рассмотрение органам государственной власти, в данном случае Минсельхозу, располагает ли он аргументации для получения государственной поддержки или нет. Вот здесь я тоже хотел бы просить вас более тесно взаимодействовать с правительством республики, с администрациями, с министерством конкретно, для того, чтобы пресечь эти факты в дальнейшем. Второй момент, о котором тоже говорил в своем докладе, буду тоже достаточно краток. 2019 год мы ставим для себя окончательным годом для решения проблем обманутых вкладчиков. Прошлый год был достаточно успешным и эффективным, если даже не дожидаясь известных решений на федеральном уровне, в 2017 году мы приняли свои решения на уровне региона, и уже в 2018 году мы смогли начать финансирование и за счет государственного бюджета, республиканского бюджета, за счет средств налогоплательщиков, сдвинуть эту мертвую тему. И, безусловно, то известное мероприятие, это уже под руководством Романа Николаевича, когда небезызвестный подрядчик, ну, скажем так, получил первый звонок и сдвинул эту тему, основное время, которое лежит именно на этой подрядной организации. Но 2019 год – это еще большие средства, которые пойдут из нашего с вами республиканского бюджета для завершения темы обманутых вкладчиков. Здесь бы просил, ну, буквально, поверьте, наверное, ежедневный финансовый прокурорский надзор за расходованием этих средств. Было упомянуто о недостроях. Я благодарен Роману Николаевичу, честно-то скажу вам, не ожидал, когда он упомянул о объектах, которые должны были быть сданы к 400-летию добровольного вхождения Калмыкии в состав российского государства. Мы с вами, со многими из вас, говорили на эту тему 9 лет тому назад. И, собственно, с этого я и начинал свою работу. И из тех объектов, которые мы сегодня видим красивыми, функционирующими, все это стало возможным только благодаря тому, что мы включились в эту тему, понимая их огромную социальную значимость. А социальная значимость – это что? Это республиканский детский медицинский центр, это перинатальный центр, это этнокультурная гимназия, это Айрат-Арена и многие-многие другие объекты, которые мы все с вами, горожане, знаем, стояли здесь пельмом на глазу. И за эти годы нам удалось из своих собственных средств и с помощью, конечно же, федерального правительства практически эту тему разрешить. Но самое главное – сделано не было. Ни рубля из сворованных, украденных у народа денег возвращено в казну не было. Я согласен с пониманием этой ситуации прокурора республики. Я считаю, что и здесь есть наша общая с вами недоработка. Есть над чем работать. Сегодня, в этом году, в 2019 году, опять же, с помощью решения главы нашего государства, вам известно, что я обратился с просьбой Владимира Владимировича из его резервного фонда и по его поручению мы достраиваем не крайний, а именно последний объект истории обоймы – это городская детская поликлиника. И это достраиваем два старых корпуса, реконструируемых в больнице Жемчуевых. Это серьезные средства. Это почти миллиард рублей. И я очень хочу и требую, чтобы у нас не повторилась ситуация в прошлом, когда и денег не будет, и объектов не будет. Здесь я просил бы в тесном сотрудничестве с правительством республики работать над завершением этих объектов уже в текущем 2019 году. Далее. Хотел бы упомянуть, что, опять же, благодаря хорошему, я считаю, эффективному сотрудничеству вместе с прокуратурой задолженности по заработной плате. Они были упомянуты в позитивном ключе прокурорам республики. Но для того, чтобы нам не допустить повторения в будущем, мы должны на всех уровнях задолженности работать в более тесном сотрудничестве. Это и бюджетные организации, и это, конечно же, сфера бизнеса, на которую, казалось бы, прямого воздействия нет. Но закон дает нам возможности, вам, все полномочия, для того, чтобы... Ведь человеку не важно, работает он на коммерческой фирме или работает на государственном учреждении. Если он не получает в течение месяцев заработную плату и не имеет возможности прокормить свою семью, для него не имеет значения, кто виноват. Виновата власть, которая допускает подобное. Значит, виноваты мы с вами. И я просил бы и в этом направлении поработать более эффективно и в более конструктивном сотрудничестве с органами власти. Далее, возвращаясь к теме недостроев. Мы все знаем, что сегодня взят стратегический курс правительством республики на развитие туристического кластера. Мы все хотим видеть и свою республику в целом, туристически привлекательной, и, конечно же, нашу столицу. Мы видим уж реально, что делается за последние годы в республике. Видим реально, как меняются дороги в столице, как меняется внешнее убранство скверов, улиц нашей столицы. Но уродуют, недостроят. Буду говорить предметно. Буду говорить об элеваторе, который стоит бельмом на глазу, повторюсь еще раз, при въезде в нашу столицу с севера. Буду говорить о тех недостроях, которые существуют и обнесены непонятно какими заборами. Бог знает, чем в центре нашей Калмыкии. Формально мы вроде бы не имеем возможности подойти к этой теме и решить ее радикально-кардинально. Но в беседах, в рабочих беседах с прокурорами республики, мы уже примерный план действий выработали. И администрации города дано поручение мной создать рабочую группу, в которую будут включены сотрудники прокуратуры. И каждый объект, подчеркиваю, в столице нашей Калмыкии будет занесен в некий реестр. И мы планомерно начнем работу. А рычаги и методы воздействия у нас с вами сообща есть. Хотя здесь мы, конечно же, столкнемся с тем фактом, который произошел по прошлому году. Напомню, здесь присутствуют члены антитеррористической комиссии, когда мы обсуждали антитеррористическую защищенность и безопасность одного из, ну, считаю, знаковых объектов CityChess, где находится так называемый бассейн, который по всем параметрам не подходит под его использование не только для взрослых, вернее, для детей, но и для взрослых. Но вы помните, какой скандал возник? Помните, какая реакция общества возникла на эту ситуацию? Хотя все было сделано правомерно, поскольку и участок земли не зарегистрировано, и право собственности не зарегистрировано, и все правоустанавливающие документы и хозяйствующие документы не были сделаны. Но использовались все ловушки, все возможности, все грехи работы администрации, которые, надо признать, были сделаны некачественно. Благое намерение обернулось, в конце концов, скандалом. Я предполагаю и предвижу, что вот на том длинном и долгом пути, который нам предстоит по искоренению вот этих недостроев столицы и превращению ее в красивую столицу Юга России, мы еще и не то увидим. Но здесь я просил бы вашей поддержки, понимания и разъяснения с точки зрения закона для тех предпринимателей, с кем мы столкнемся. Завершая свое короткое выступление, хотел бы сказать, 19-й год будет серьезен для республики и в политическом плане. Это год выборов главы региона и выборов в Балестинское городское собрание. По опыту мы с вами знаем, что каждый год, когда проходят выборы регионального уровня, это, как правило, серьезное социально-политическое напряжение. Федеральные выборы мы не проходим так, как проходим в своей регионале. Будь то выборы в муниципалитеты или выборы в народный хурал, всегда это, опять-таки повторюсь, серьезное социально-политическое напряжение. Я просил бы сотрудников прокуратуры и здесь активно взаимодействовать с Республиканской избирательной комиссией, с правительством республики, с политическими партиями, общественными объединениями взаимодействовать с той целью, чтобы у нас никогда не повторялись те факты, которые, к сожалению, мы видели и, более того, имеем судебные решения по этим фактам, по нарушениям. Чтобы избиратель республики понимал, что он придет на избирательный участок, его голову будет чистый, прозрачно, никакого мухляжа, как говорится, не будет, и волеизъявление избирателей Калмыкии будет абсолютно легитимным и признанным всеми ветвями власти. Я хотел бы надеяться, что текущий 2019 год, при том настрое, который был задан прокурором республики, будет для нас годом созидания. Мы все с вами призваны соблюдать законные и конституционные права наших граждан, соблюдать и работать так, чтобы наша совместная работа не вела к раздраю между ветвями власти, не вела к разрушению того, что есть, или же к недопущению того, что возможно, а вела иногда, конечно же, не нарушая законодательную базу страны, но вела к разрешению проблемных моментов, которые могут быть у нас в совместной работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей Маратович.